Да, информу их было непростое для ярославцев задание, а знают ли они, что такое ДЭГ? Дистанционное электронное голосование. Ну если это, то слышу. А когда-нибудь пользовались им? Нет, пользовался. А слышали ли вы, что такое ДЭГ? Дистанционное электронное голосование. А ДЭГ? Тоже слышу. Это дистанционное электронное голосование. Слышали об этом? ДЭГ. ДЭК могу расшифровать, чтобы было проще. Это дистанционное электронное голосование. Пробовали ли вы когда-то его в своей жизни? Дистанционное электронное голосование. А, да, слышали. А когда-нибудь пробовали? Нет, я стараюсь ходить. Это праздник. Дистанционное электронное голосование. Про это что-то слышали? Слово ДЭК или дистанционное электронное голосование более знакома ярославцам, чем информуик. Но разобраться, что же такое ДЭК, мы сможем с помощью эксперта. Председателя избирательной комиссии Ярославской области Елены Новик. Что касается дистанционного электронного голосования, начинается прием заявлений через госуслуги буквально за 45 дней и заканчиваются за три дня до первого дня выборов. Это очень удобно и в нашем регионе это становится востребовано. Хочу обратить внимание наших избирателей, которые подадут заявление для дистанционного электронного голосования, что если они передумают и захотят прийти на участки, то им обязательно нужно будет также через госуслуги аннулировать это заявление за три дня до первого дня выборов. И только после этого избиратель может прийти на тот участок, где он проживает.